Всем привет! С вами снова канал Училка Физкультуры в Эмиратах. Меня зовут Ольга Романова, со мной Наташа. И в прошлом нашем видео мы показали вам в Ольвахда Моли магазин ароматов Ибрагим Аль Курашин. Смотрите по ссылочке, кто не смотрел. И мы также попросили вас угадать, ответить на вопросы. Какие именно ароматы мы купили из четырех? Мы выбрали четыре аромата. И какие именно ароматы мы купили? Вы ответили? Я надеюсь. Так вот, ну, зная в принципе нас, зная, как Наташа любит ароматы, несложно было угадать, что купили мы все четыре аромата. Поэтому сейчас будет интересное видео про запахи, историю и распаковочку. Ставим лайк, подписываемся на канал, чтобы не пропускать новые видосики. Комментируем, начинаем. Итак, привет! Ибрагим Аль Курешин, этот бренд был основан в 1929 году в Саудовской Аравии. Как бренд? Начиналось все с маленького магазинчика. Продавали натуральную амбру, ут, муск, розу. Все было натурально, красивое, маленькое. Но 2021 год, и это большой бренд, представлен во всем, во всех странах Персидского залива. Есть у этого бренда сайт официальный. Очень он, в принципе, полный. Информация на английском и арабском языках. Что хочу сказать. Все, что было в видео, все ароматы, которые я отвергала, как бы отвергала, это не значит, что они были плохи. Это значит, что я просто осознавала, что это деньги, деньги, деньги. Мы просто их не купили. Мы просто их не купили. Не было пока что такой возможности. Поэтому остановились на четырех. Итак, давайте познакомимся. Первое, оформление, как мы уже говорили, это отлично, красиво. К картону претензий нет. Это очень, это очень красиво. Открываем. То есть коробочка вообще как дополнительный подарочек. Очень красивые, очень хорошие надписи. Арабская вязь. Ну, просто интересно. Если вы уйдете привозить такой сувенир, ну, круто выглядели. Ну, уже так, круто, дорого, богато. Вот действительно. Сняли пленку. Пленка, честно сказать, она не идеальна. Вот как во всех европейских брендах нет. Но для меня это не проблема, потому что эта пленка, это только загрязнение нашей окружающей среды. Вот этот аромат, это самый последний, похожий. Самый тяжелый. А Аль Асалах, я не знаю, он весит, по-моему, килограмм с чем-то. Сейчас посмотрим, что там. Так, будем открывать. Вскрываемся, друзья. Так, кстати, пленку мы сняли заранее, чтобы не шуршать вам. Ну, в смысле-то, не особого нет. Так. Так, первый. Баллас Роуз. Ну, открывается немножко тяжеловато. Но, о-о-о, крас. Смотрите, как красиво. Красиво. Так, достаем аромат. Рассказываем про него. Сразу расскажем? Да? Хорошо. Так, что на этом сайте официально говорят про этот аромат? Микс таивских цветов. Ну, видимо, имеется в виду таивская роза. Почитайте, очень интересный цветок, где она произрастает, что это за таивская роза. Красный бельвет с мускусом. Не знаю. И с расминовой водой. Кстати, пробочки, да, тяжеловато открываются. Не знаю. О-о-о. Я не смогла, я потянула. Я решила дарить Наташу. Это минус. Я считаю, это минус. Ну, не знаю, не знаю. Я не смогла открыть. Ребята, нюхаем? Да, давайте. Что? Жасминовая вода, таивская роза, мускус. Ну, пока что это очень сладкое. Сладкий аромат, но не очень сладкий. Роза есть. Мне пахнет таким вот роза, арахат лукум в кусты, в магазинах Турции, когда заходишь. Вот такой сладостью. Роза и ваниль, вот, наверное. Роза и ваниль, мне кажется, да. Ну, ваниль здесь не заявлено. Но это все, все наши впечатления в нашем мозгу. Вы же понимаете, что здесь все состоит из химических наверняка ингредиентов. И цена этого... Цена аромата 162 дирхама. Это все было за химическим. Смотрим в субтитриках. Всегда переводим вам. 162 дирхама за 75 миллилитров. И это же была распродажа, как мы помним, 50%. Все ароматы в том магазине были 50%. И нам очень повезло. Поэтому там мы, в принципе, и смогли купить 4 аромата. А было бы... Да, было бы больше, мы купили 10. Эмералд Уд. Эмералд Уд. Также открывается. Что о нем говорят? Чистая удовая древесина. С каплями масла Уда, смешанный с мускусом и шафраном. Давай попробуем. Мускус и шафран. Да. Давай, ты открывай. А ну подожди, давай. Чистая удовольствия. Такая же. Да, ребята. Хорошо. Нет, ребята. Доработайте. Что-то у вас не то. Окей. Но бутылка, качество стекла, все красиво приклеено, все ровненько. То есть к этому претензий нет. Стекло хорошее. Готово? Ну давай. Секундочку. Пахнет, давай. Сейчас, ну. Ага, сейчас подожди, одну секундочку. О, свежесть такая. Да, свежесть. Это эмиральд? Эмиральд уд. То есть уд изумрудный получается. Да, мускус шафран. Мне он больше нравится. Не знаю, просто свежесть пока. Наверное, шафран. Уд даже вот не чувствуется, если честно, так, чтобы сильно уд. Классный, надо попробовать на коже. Смотрите, какие бутылочки. Флаконы красивые. Очень красивые. Это как украшение. Я ближе вам покажу. Да, вверх это пластик, крышка. Но очень смотрится красиво. Смотрится, смотрится очень классно. Как башенки золотые. Так, подожди, давай прервемся на минуточку. Сейчас к вам вернемся. Просто немножко проветрим, чтобы действительно четко распознавать запад. И сейчас пахнет очень вкусно. Свежестью, розой, рахат, лукумом, карамелью. Минуточку, и мы с вами. И мы снова с вами. Мы проветрили, мы попили водички. И продолжаем нашу распаковочку. Так, что у нас в 3-й Эмираль... Ой, господи, извините. Парфун Касар Аль Ут. 100 миллилитров. А, кстати, Эмираль тут тоже самый объем, та же самая цена, как и Балас Роуз. 162 дирхама, 75 миллилитров. А здесь что? А здесь, да, 100 миллилитров. Упаковка, как сказали, вообще супер. Касар Аль Ут. Вскрываемся. Так, о, Касар. Какой ты Касар? Давай мы тебя наоборот смотрим. Это вам. О, ребята, то, что... Посмотрите, здесь плавают... Плавает Ут. То есть они добавили прямо в середину флакона. Так, флакон очень красивый. Стекло красивенное. Прямо обзорное. Так, что о нем пишет производитель? Аромат состоит из кусочков удовой древесины в сочетании с изысканным смешанным удом с характерной королевской смесью. Не знаю, что за характерная, кому. Которая перенесет вас в путешествие сквозь века. Пульс жизни и волшебства Востока, ребята. То есть нам производитель уже дает эмоцию, которую мы должны испытать. Ну, давайте посмотрим, как открывается крышка. Пробочку покажу. Крышка тоже очень красивая. О-о. Ну вот, королевство... То есть, ребята, что-то у вас проблемы с крышками. О, крышка очень тяжелая. Крышка очень тяжелая. Она тоже пластиковая? Не могу поверить. Не знаю. Слушай, тяжесть. По сравнению с вот этими, крышка безумно тяжелая. И вот тоже здесь очень красивый узор. Готово. Смотрели. Подождите. Ут-ут, да? Да. Сейчас первый. Я обычно вот не люблю, сразу говорю. Сейчас осталось круто. Оп. Ну, брызгается, кстати, хорошо. Ну, это не тяжелый узор. О-о-о. Это вкусный аромат. Ой, ребята, какой лук не люблю. Красивый. Ну, это хороший запах. Очень легкий, приятный. Вот такое вот себе... Такое легкое дерево. Такая легкая древесина, приятная, будто ты вышел весной, и деревья вот только начали цвести запах такой коры. Смотри, что он делает. Флакон. Эти не делают. Флакон на ровной поверхности еще вот так вот танцует. О-о-о. Так, прекрасно. Значит, о цене и объем. Объем сказали 100 миллилитров. Цена со скидкой в 50% в 152 дирхамов. В долларах. Классно. Вот вы знаете, действительно, сколько удов я нюхала. Пока что это... Это приятно. Знаете, если уд даже мне нравится, это показатель. Это показатель. Так, ребята, переходим вот к этому нечто тяжелому. Аль-салах. Да, коробка тяжелая. Аль-ассалах. Аль-ассалах. Покажись. Коробочку давай сначала. Вот коробочка такая. Коробочка очень внушительная. Нет, товарищи, к картону претензий вообще нет. Он идеальный. Дорого-богато. То, что, к сожалению, выбрасывается в большинстве суток. О, боже мой. Тут ящик еще какая-то, коробочка. Боже. Что это, шкаф? По-моему, это шкаф. Подождите. Как попасть в Нарнию, смотрите. На канале Училка физкультуры. Так смотри, тут еще такие подставочки, чтобы... Да, подставочки под шкафчик. Не бордить поверхность на коробке. Давай открывай. Не поняла. Пардон. Сезам, откройся. А как он открывается? А он не открывается, подожди, стой. Он не открывается. А как? Ну, я не знаю, нелогично. Здесь вот подставочки. Звонить в колл-центр? Подожди, стой. Я странно вообще... Ибрагим. Не знаю, как его открыть. Ибрагим, как открыть? Если ножом сейчас лезть, то это... О, ну, подожди, стой, у меня почти пошло. О, я не знаю, я боюсь сломать. Вверх. Сломала? Наверное, сломала. А, ну, смотрите, я поняла, но... О, нет, я открыла не сломала. Смотри-ка, я открыла, а он теперь так вот... Ну, значит, что можем сказать? Открывается он жестко. Это не то, что жестко. Ну, действительно, бы повред... Нет, не повредилась. То есть, видимо... О, сломала, она меня убила. Да. Значит, вверху, крышка сверху открывается, потом здесь магнит, вот это магнит, магнитная застежка. Как бы вы его не... Ну, к сожалению, да, оно подержит эту дверцу. И вот сам флакон, который, как я уже упомянула в прошлом видео, дико напоминает Шалимар. Да, то есть, кто кем восхищался, видимо, все-таки Аль Кураж и восхитился Герлен, который в 1925 году... Слушай, я точно не... Придумал... Нет, не придумал. Первый раз открывали эту... Аромат Шалимар. Так, ребята. Вот это да. Как попасть в Наргию? Ну, покажи. Очень тяжелая коробка. Ну, посмотрим. Ну, жалко такое выбрасывать. Сто процентов он самый дорогой здесь, да? Этот вот, потому что, ну, дорого-богато. А я вам сейчас скажу, и вы решите, самый ли он дорогой. Значит, что производитель говорит об аромате Аль Асалах? Ут в сочетании с дикими цветами. Напишите, пожалуйста, что такое дикие цветы, я не знаю. Берри всякие, наверное, лесные. Цветы, цветы. Цветы, но даже лесные. Ты подумай, потом скажешь, я продолжу. И гаяковым деревом. Новый и самобытный образ в мире духов, который выражает вас с изысканной элегантностью. Ага. А гаяковое дерево, это очень тяжелое дерево, которое... Одно из которых не тонет в воде, а аромат его имитирует масло. Гаякового дерева имитирует розу. Да. Так, тихо, тихо, тихо. Легко откроюся. Да, слушайте, вы знаете, даже очень легко. А вот это я считаю минусом. То есть, если бы я взяла так, а он бы просто соскользнул. Ну, коробочка обычная. Флотная крышка. Да, обычная крышка, обычный пластик. Стекло сделано очень красиво. Очень ровно, четко, без всяких... Ну, ровно. Даже подставка. У герлен, по-моему, даже такой подставки нет. Ну, это... Посмотрите, пожалуйста, Шалемар Герлен, и напишите, пожалуйста, напоминает вам или нет. Так, все, молчим, да, и готовимся к восприятию нового слова в ароматах. В духах, да, как они написали? Так, сейчас. Нет. Пока не могу понять, мне почему-то лимонадом запахло. Нет, ну это удовый лимонад. А роза? Дикие цветы? Мне пахнет лимонадом. Я не знаю, почему. Ой, слушай, слушайте. Удовость есть, и даже, вы знаете, она более выражена, чем в Аль-А-Са-Ха, правильно я напоминаю, да, чем в этом аромате. Как будет... Ну, действительно, есть вот... Цитру... Цитру... Наверное, цитринка. Цитринка некий. Лимонад и дерево, чуть-чуть дерева даже какого-то. Я не могу вам взять этот запах. Наверное, нужно нюхать и принюхаться еще. Ну, конечно, раз, предыдущий ут немножко мешает. У меня такой лимонад какой-то с запахом. Ну, детство, наверное, лимонадом Буратинка. Так, а ну, отходи, я сейчас на себя набросу. Вот, 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 вот. Ибрагим. Нельзя так, нельзя. Ибрагим, это же для женщин. Ну, как они откроют? Что хочу сказать. Я вчера посмотрела в интернете, в русскоговорящем сегменте вообще практически я не нашла. Может быть, вы найдете что-нибудь, обзоры о нем, об этом бренде я не нашла. Об Ибрагиме Аль Курайши. Мы о нем узнали, опять же, от нашей подпис... От нашей, извини, пожалуйста. Извини, пожалуйста. Наша подписчица Лена. Лена, тебе привет и большое спасибо за советы. Да, большое спасибо. То есть, все ароматы... Я считаю, все, что я выбрала, мне сейчас нравится. Насчет стойкости, конечно, я еще пока не могу сказать. Но, поверьте мне, все, что удовое... Эти два аромата не душат. Конечно, это ароматы, которые нужно по-любому тестировать на себе, попробовать. Но если нет такой возможности... Нужно просто представить. А потом приехать и все-таки постараться найти возможность. Хотя бы зайти в магазин и брать. Не стесняться, не стесняться. Вас в любом случае встретят, даже если вы плохо разговариваете на английском. Тем не менее, вы покажете пальчиком, вам нанесут набор. Вы можете показать фотографии и отзор. Вам покажут эти все ароматы, возможно, вы уберите свои какие-то ароматы. Ой, ой. Это красиво. Вы знаете, красиво. Я сейчас нанесла Аля Салахи Касыр Аль Хо... Ой, не помню. Касыр. Значит, два аромата. Удик, удик. Очень красиво. Ну, знаете, честно, если меня не душат, значит, нормально. Потому что весь уд практически мне не нравится. Все удовые ароматы меня душат. Это правда. У меня слезы текут. Я могу начать кашлять и чихать. Вот такая у меня аллергия. Оля некультурно убегает с магазина и кричит. Очень тихо здесь воняет. Magic Don't Touch меня здесь воняет. Но это она тихо очень кричит. Так что рады представить вашему вниманию еще один из представителей арабской парфюмерии. Опять же, который создан и продолжает свою деятельность по всему персидскому страну Персидского залива. Ну, также в мире наверняка есть. И создан он в Саудовской Аравии. Еще раз, по-другому. Надеемся, вам понравилось видео. Вообще, пишите, как вам видео про обзор ароматов и про распаковочку. Подписывайтесь, оставляйте комменты. Поставьте лайк. Всем пока! Пока-пока!